За 16 миллионов евро продали на аукционе Сотбис в Париже редкую китайскую вазу 18 века. При этом оценивали её лишь в 500-700 тысяч евро. У этого хрупкого сосуда размером 30 сантиметров необычная история. Одна французская семья нашла его на чердаке своего дома. Ваза хранилась в обувной коробке. Владельцы решили продать её на аукционе. «Они приехали на поезде из пригорода, потом шли пешком. Зашли в здание Сотбис, а потом нашли меня. Ваза была завёрнута в газету и лежала в обувной коробке. Мы открыли её и замерли, поражённые красотой росписи. Затем эксперты проверяли её подлинность». Специалисты установили, что фарфоровая ваза была сделана для императора Цяньлуна. Он правил Китаем в 18 веке во времена династии Цин. Сосуд сохранился прекрасно. «Эта ваза полностью украшена живописью. На чердаке нашли не просто вазу. Это как обнаружить Микеланджело или Рембрандта. Это очень редкое изделие, принадлежавшее императору Китая». Торги длились 20 минут. Это довольно долгое время для таких лотов. Ваза досталась покупателю из Азии. Он пожелал остаться неизвестным. Сосуд китайского императора стал самым дорогим лотом из всех, что аукционный дом Сотбис когда-либо продавал во Франции.